Девушки отдыхают Ну, Большой театр, разумеется Думаешь? Ладно, попробуем? Ну, давай Идем, да? Здравствуйте, дорогие телезрители Мы находимся возле Большого театра А где... Че это вообще такое? Ох, нифига себе, смотри Пошел, пошел, пошел Убегай ты, смотри Иди сюда, Пах Паха, сюда, сюда Смотри, снимай, снимай скорее Снимай скорее зомби Нифига себе Побежали, побежали, Паш Не останавливайся только Побежали Вы видели, что там... В эфире экстренный выпуск новостей В студии Анны Львова Здравствуйте, зомби в Москве Нам стало известно, что группа оживших мертвецов Появилась в центре столицы Возле Большого театра И терроризирует прохожих Зомби атакуют людей И загрызают их насмерть За событиями следит наш корреспондент Николай Никулин Ух ты, фига себе Пошел, пошел, пошел Убегай ты, смотри Почти, бежать Тихо, тихо, иди сюда Иди сюда, Пах Паха, сюда, сюда Смотри Смотри, снимай Не снимай скорее Снимай скорее зомби Нифига себе Фига себе Побежали, побежали, Паш Не останавливайся, пожалуйста Побежали Очевидно, мир сошел с ума Прямо в центре города Объявились страшные Человекоподобные существа Мы привыкли успокаивать себя фразой Это как в кино Но это не кино Это наша жизнь Прямо перед Большим театром Внезапно появились зомби Прохожий убегает в ужасе Водители пребывают в шоке А где вы видели зомби? Возле Маяковки Они проходили через перекресток Устроили большую пробку Были, конечно, беспорядки еще Я видел зомби на Красной площади На работе А что он делал? Работал Это мой коллега Я шла из магазина И там стоял молодой человек У него шла кровь Я подумала, что может ему плохо Я хотела вызвать скорую Подошла, а они напали на меня Я не знала, что делать Я побежала Побежала в сторону Большого театра Их стало еще больше Да, я был здесь И отовсюду появились они Из метро Возле Большого театра Они были везде Я не верил своим глазам Я не могла Я не могла Своим глазам Зомби появились Всюду Они выходят Со стороны Красной площади Они есть Возле Большого театра Они Отовсюду выбегают И нападают на людей Я даже не могу Найти слов В общем-то Одна паника Паника захлестнула И массовый психоз Люди не знают, что делать Зомби очень опасны Потому что Ну практически Скажем Для человека Который Уже стал зомби Обратной дороги нет Здравствуйте Дорогие радиослушатели У нас сегодня В гостях Виталий Тверской Руководитель центра По изучению Зомби Здравствуйте Здравствуйте А разве Сегодня есть основания Говорить о том Что зомби существуют? Странно Что вы об этом спрашиваете Да конечно Сейчас как раз Эпоха зомби И Помяните мои слова Вы еще об этом вспомните Я вас уверяю Сейчас мы беседуем С Виталием Тверским Человеком Который Год назад Говорил о том Что зомби Захватят Нашу страну Виталий Скажите пожалуйста Вот ваши прогнозы Оправдались Откуда вы знали? Ну Во-первых Так же как у любого явления У зомби Есть свои определенные признаки Такие То что называется Предвестники Появления Ну как у грозы Мы еще ничего не чувствуем Ну Вернее мы чувствуем Да Мы еще не видим ничего Но мы предчувствуем Мы В нашем центре У нас есть Так сказать Несколько методов Основных Которые мы это исследуем Это инструментальные методы За мером Специальными приборами Зомби Метрами Которые Так сказать В толпе Мы так сказать Ну Приблизительно так же Как В фильме Люди в черном То есть Методика приблизительно Такая же Инструментальная И точно такая же Методика Наблюдений То есть Это сравнительный анализ Это Анализ синтез Так сказать Происходящих событий Это мониторинг В общественном транспорте Скажем Метро Электрички И так сказать Наши специалисты Довольно так сказать Опытные в этом деле Многие из них Проходили стажировки В Америке Где огромное количество Зомби Как вы знаете Бытует мнение о том Что невозможно Говорить о чем-либо Чего не существует В языке Иначе бы эти слова Не появились Таких слов много И одно из них Зомби Массовая культура Много сделала Для того Чтобы придать Этому образу Обаяние Однако Несмотря на это Они продолжают Будоражить умы Человечества И наводить Ужас Но откуда они взялись Мы попытались Разобраться В руках редакции Появилась Запись Скрытой камерой 2012 Листы к концу А апокалипсиса Все нет Надо как-то решать Проблемы У меня есть Для вас Парочка зомби Но это будет Стоить для вас 200 тысяч 170 185 По рукам С вами приятное И с вами С вами Многие Говорили о том Что в 2012 Произойдет Конец света Является ли Появление Зомби На улице Столицы Подтверждением Это Да Конечно Конечно И то что Это происходит Сейчас Вот Осталось еще Буквально Там Два месяца До конца года Я боюсь Я боюсь Что могут Произойти Какие-то Реальные События Связанные Именно С зомби Потому что Это Дело Не шуточное Это в общем-то Я вот Ну просто Вижу Конкретные Признаки Людей Которые Это Понимаете Как Одни Ждут Праздника А другие Ждут Праздника Крови Праздника Выхода Этой Черной Энергии Это Штука В общем Догая Я думаю Если мы Переживем Вот этот год Эту фазу То Дальше Будет Легче Об этом Кстати Вот я Сейчас Пишу Одну Из Статей Которые Будут Публиковать В нашем Научном Журнале Как раз Именно Посвященные 2012 Горе Но Почему Именно Сейчас На самом деле Все Просто Феномен Зомби Зародился В США Массовая Культура И Кинематограф Сделали Эту Тему Достаточно Несерьезной Никто На самом Дель Даже Не Задумывается О Реальном Существовании Таких Лабораторий Которые Делают Зомби Между Тем Хакеры Уже Давным Давно Вскрыли Запароленные Сайты На которых Хранится Секретная Информация Их Уже Порядка Тысячи И Они Расползлись Уже По всему Свету Вот Тут Нажимаем На кнопочку И Видим Кажется Это То самое Место Которое Нам Нужно Здесь Давно Темно Надо Посветить Может Здесь Хочешь Какой-то Что Тут У нас Нет По-моему Банки Что Тут В банке Нет Кажется Ничего Ох Ты Мы Продолжаем Нашу Экскурсию По Заброшенному Заводу Нам Стало Известно Из Секретных Источников Что Здесь Функционирует Тайная Лаборатория И Сейчас Мы Познакомимся С Создателем Этой Лаборатории Господином Арнольдом Стейном Здравствуйте Арнольд Здравствуйте Приветствую вас Катарина Сегодня Неплохая Моча Это моя Сегодня Она Удачна Ну Да Это моя помощница Мы здесь Вместе с ней Снимаемся Искусство Скажите пожалуйста Насколько нам стало известно Я сейчас тоже спрашиваю Но я не хотел Забежать Нам стало известно Что Именно в этом месте В секретной лаборатории Вы оживляете людей Это так Можете Ну В общем-то Да Мы даем им новую Новую жизнь Но Это Некоторая Образность Вы понимаете Еще Иисус Христос Наживлял Людей И никто В этом Ничего плохого Не видел Мы же Собственно Твоя Являемся Ну не то чтобы Продолжать Этого Я вам рассказываю Но В общем Мы Ничего Продолжаем Мы всегда хотели Жить в вечер Так вот скажите пожалуйста Дорогой доктор Вам не кажется Что вы выступаете На стороне зла На самом-то деле Нет Ну что вы дорогой Что-то происходит Это у меня Что такое Алло Телефон зазвонил Алло Часто ему так Звонят Да Достаточно часто Занятой Занятой человек Он куда-то Убежал Но мы сейчас Дорогие Слезрители Послушаем О чем он там Говорит Катарина Да У нас Новенький Мальчик Девочка Страшная авария Ну что вы Что вы Ну при Так сказать У нас Дорогой мой Давайте мы Пройдем чайку Попьем А как же Как же Ну что же Заходите Вы так хотели Попасть сюда Это здесь Да Ой У вас здесь Так все трясется Небезопасно Не будет Все Все хорошо Ну вот уже Мягенький Все хорошо Молодец Восстанавливается Что с ним Ну немножечко Заболел Доктор А почему У него нет Пульса Да Собственно Пульс с другой стороны А это Опять у вас Звонит телефон Или это Опять Звонит У меня нет Так Будьте здесь Не уходите Никуда А А сейчас Дорогие Телезрители Мы остались Наедине Доктор Кажется ушел Давайте теперь Посмотрим Кто же здесь Лежит Здравствуйте Это Телеканал Комсомольская правда Я рад приветствовать Наших гостей Здравствуйте Здравствуйте